а здрасьте всем друзья привет уленьки мы продолжаем играть в двадцатую ферму на карте nf марш и у нас наступила весна правда какого-то лешего у нас до сих пор лежит снег на самом деле это вообще первый раз за вот эти вот 7 игровых лет можно сказать 6 зим у нас было когда выпал снег и остался снег конечно шел но так вот что покров остался впервые я честно говоря даже не знаю можно ли сейчас приступать к работе и по сути дела у нас сегодня в марте обещают плюс 7 градусов то есть теории он должен будет растаять но я такое друзья вижу в первый раз и масочка видно такая не самая ровная на этой карте но да ладно итак друзья как у нас прошла наша зима в январе во первых у нас были проданы животные расплодились еще свинки и разумеется сразу продались амортизация недвижимости списывалась каждый месяц по 60 тысяч также в декабре было обслуживание техники 115 тысяч на у нас в декабре именно в декабре была большая распродажа производства наши работали всю зиму и по 120 тысяч жрали также в декабре у нас было продано 322 тысячи насколько я понимаю это чисто электричество наше продалось наверное сюда еще попал какой-нибудь метан в январе 36 тысяч продано это тоже друзья электричество который я забыл выключить с продажи она постоянно каждый час там чуть-чуть продавалась также доходы от продажи урожая у нас в декабре составили аж 3 миллиона друзья это солома немножко там люцерны солома льна и силос плюс декабре было там пара контрактов на культивацию последних я их тоже сделал и 203 тысячи у нас в другом но там 15 процентов от 3 миллионов а это 450 тысяч на минуточку если я правильно посчитал то есть 250 тысяч было потрачено скорее всего я покупал корм для свиней в декабре январе плюс наверно силосную добавку и там примерно так и вышло так что по финансам у нас приятный баланс 4 миллиона и друзья знаете что я решил а я больше не буду собирать солома на склад для такой вот ее продажи и буду продавать сразу же и сена тоже с контрактов я буду продавать сразу же это опять-таки если на уборочной мне будет желание этим заняться на самом деле денежки то неплохие но уже ладно какие у нас друзья планы на этот год вообще на этот год в планах поставить несколько производств опять таки я думаю мы их поставим но и занимаемся мы по большей части силосом все наши поля на этот год заточены под силос наверное это последний год когда вот мы вот так вот упарываемся в силос я думаю что со следующего сезона мы начнем со следующего года игрового начнем с какой-нибудь уже продукцию производить и надо будет что-нибудь выращивать полей у нас вроде как хватает пока что я не вижу смысла их покупать да и силоса за зиму произвелось больше миллиона кубов дача у нас в месяц складируется 768 то есть в год 9 миллионов литров силоса мы можем производить с учетом того как у нас сейчас линии запущенная клевер у нас не вся линия запущена а мы еще сечку собирались собирать на биогаз требуется два с половиной миллиона в месяц поэтому 7 миллионов литров силоса можно смело зимой продавать а силос пускай собирается пускай копится пускай линии работают но я думаю мы только этот год так упоримся возможно друзья даже вот соберем вот эти вот урожаи в этом году все оставим какой-нибудь поле с травой так периодически укосить может быть даже 45 а все остальное свезем на склад и будем периодически кормить силосную башню причем поставим ее на одну линию на медленную и пускай он там тип потихонечку переваривается этот силос я думаю что все будет так прикольно кстати снег под ногами хрустит даже сделали звук такой как надо вот послушайте план этот он быстро когда ходит вот если медленно идти прикольно хрустит и так что же нам сегодня именно в марте надо будет сделать ну разумеется обслужить производство к те которые выделены оранжевым цветом плюс друзья висит у нас куча контрактов что самое приятное 78 поле надо засеять пшеничкой наконец-то чел что-то нормальное туда решил посеять разумеется мы это все засеем а плюс есть два маленьких контракта на прополку не знаю зачем но и удобрение ну и скорее всего удобрение еще и надо будет сделать потом все что мы засеем по семенам как дела у нас обстоят в принципе у нас все хорошо нас на нашем элеваторе лежит много семян 638 кубов а также на протравители еще 97 так что все тут пучком с удобрениями вроде как все тоже неплохо 124 куба из сухих и 145 жидких плюс что-то должно лежать же еще на складе жидких удобрений до на складе жидкостей а тут вообще аж почти 300 кубов лежит классно так что по удобрениям вроде как все хорошо из дефицита мы вылезли опять таки с учетом того что мы начали жидкими удобрять сухих может быть на все поля не хватило бы по поводу наших полей у нас везде засеяна трава кроме как трава клевер люцарна трава в общем-то это все трава по сути дела до выделены еще поле 34 35 39 у нас будет там кукурузка мы засеем и соберем ее насечку но в следующем году уже будем думать что это другое давайте в общем-то займемся тогда производством пока снег лежит на самом деле предлагаю вам немножко промотать время во-первых и светлее станет и что потеплело наверное этот снег растает потому что он мне немножко напрягает уже даже 9 градусов обещают небо стало голубым и все такое белое на самом деле прикольно ладно 8 утра один градус тепла надеюсь этот снег растает а мы погнали тогда заправим товарищей чинить повозить давайте первое что мы повезем мы понесем сами на мастерскую надо планок еще закинуть мы это обычно ручками делаем поэтому побежали на нашу лесопилку кстати как у нас тут дела обстоят наверное имеет смысл вывести отсюда товар и щепы очень много да и вообще весь товар вывести не помешало бы в планке давайте два поддона планок мы сделаем и едва поддона мы отнесем хорошо быстро бегать уметь так давай один поддон выгружайся и мы побежали за вторым сразу же его принесем во второй поддон меня не не покидает надежды что снег растает сам по себе так второй поддон тоже есть пошел выгружаться далее бега север жидкий навоз давайте посмотрим сколько вообще у нас есть этого самого жидкого навоза имеет ли смысл эту линию держать включены у нас много жидкого навоза 472 куба 96 на водоочистной станции и 376 на свинарнике давайте со свинарника кубов наверно 300 и отвезем то есть 6 поездок там все в одном месте поэтому он это довольно быстро сделает давай на руку вези потом возвращайся сюда далее силосная башня клевер также носилась на башню нужно силосная добавка на производство удобрений тоже нужен жидкий навоз на его там вроде же требуется немного да не его много требуется я думал мы тогда отвезем со свинарника 50 из водочистной станции то в принципе все оттуда заберем но это чуть попозже к слушайте у нас давайте купим еще одну бочку я пока не придумал куда ее поставить но купим сразу возьмем такую же вольву тоже на 750 коней кстати интересное это стандартный зеленый вольвовский цвет очень даже интересно смотрится давайте вот такую ее и возьмем номер 71 у нас получается ставим ей покупаем ее и нужна к ней бочка вот правда с бочкой я не знаю какого цвета вот этот цвет называется вода кстати довольно неплохой может к вольве подойдет или вот азу слушать мне нравится вот этот цвет ничего такой прикольный давайте возьмем такую ладно уж извините меня за странный выбор цветов это мы сейчас вольву подцепим к этому всему делу и увидим что так себе она смотрится 300 тысяч нам это обошлось а знаете нормально она выглядит вполне себе пойдет приемлемо новенькая вольвочка у нас появилась в так что поздравляю всех с этим достижением и что-то у нас поедешь возить жидкий навоз на производство удобрений давай ей тогда к свинарнику оттуда один раз забирай ладно ставим тебе две поездки потом поменяем на водоочистную станцию жидкий навоз и здесь тоже жидкий навоз а выгружаться извините не то производство удобрений выгрузка да все тоже давай ей туда и забирай все это дело мы друзья возвращаемся к нашей силосной башне клевер у нас тут требуется его там осталось 49 кубов этого хватает на 6 часов клевер у нас почти закончился кстати 140 кубов его весь мы соответственно и закидываем а также на силосную башню нам надо закинуть травы сколько у нас тут ее осталось 429 кубов я думаю тоже всю закинем на компостер трава не нужна до завтра потерпит люцерна 846 кубов осталось принципе до завтра тоже потерпит люцерна нужно будет именно на компостер так давай клевер и траву тогда кстати вот зимой ездил и он тоже весь снегу грязно это вот грязь снега такого цвета интересного и так ты у нас едешь на склад тюков загрузка выгружаешься на башню и везешь клевер и делаешь две поездки сейчас он загрузится моему поменяем на траву на компостер надо будет отвести солом бобовых солому и люцерну тоже по прицепу только от солом бабу а у нас осталось солом бобовых не все мы потратили соломы я миллион триста решил оставить вот на такой вот случай солому еще надо будет и животным нашим завести но сейчас мы с этим разберемся и такс 1 вольво здесь у нас тоже вся в снегу уже загрузилась 2 грузится сейчас он отсюда уедет мы поменяем точку загрузки чтобы он другие 50 кубов забрал с другого места вместо парковки у него увы сейчас нету друзья но мы чуть попозже сделаем новую автобазу потому что я еще планировал закупать еще вещи технику именно вот для возила для всяких но он это было по планам не сегодня но бочка прям нужна и так струк водочистная станция вода загрузка 2 поездка у тебя будет именно оттуда погнал не возвращаемся к этому товарищу сейчас по им поменяем клевер на траву в принципе можно уже поменять а вот он и загрузился и поехал соответственно он сейчас выгрузит клевер а после этого сделать еще одну поездку и перевезет траву я прекрасно с этим тоже готова но и силосную башню нужна еще силосная добавка давайте мы отправим нашего маленького водовоза 12 кубов этой самой силосной добавки туда привести она зараза дорогая и все равно обойдется нам 100 тысяч там сильно много ее вести неохота ты у нас друг едешь на закупку не знаю что из этих двух вариантов ближе но ей тогда на жд вокзал и разгружаться тоже на башню выгрузкой и без силосную добавку один раз погнал это есть далее на свинарник нужно будет солома сколько ее вообще туда влазит хрен мы отсюда это узнаем но по-моему не сильно много по-моему 250 кубов всего ха озера не замерзли но и ладно если мы подойдем сюда мы увидим сколько влазит соломы 250 кубов действительно а тогда отправим один ман сделать четыре поездки и как раз полностью это все дело забьет практически на 99 процентов давай друг вот ты красненький четыре раза вези солому и воду там же что же вроде как задний ход был не знаю справится man с этим или нет посмотрим вообще должен в теории но опять-таки посмотрим это у нас готово так силосная добавка пошла загружаться деньги моментально улетучиваются трава у нас тоже пошла грузиться то есть тот чел скоро освободиться это тоже хорошо далее на производство удобрений нужен навоз и хороший вопрос сколько у нас этого самого навоза есть а этого самого навоза у нас 136 кубов кстати неплохо по 29 кубов есть у свиней две поездки опять-таки 2 мана но ты тогда друг едешь к свиньям и забираешь там навоз и везешь его на производство удобрений выгрузка везешь навоз два раза погнал надеюсь топлива ему хватит с этим вроде как тоже разобрались далее 3 компостера идет с это неинтересно силосная башня трава сейчас выгрузится фэт свинарник корм и силосная башня клевер а у нас клевера все больше нет но завтра вот мы наверное поспокоса клевера тогда и начнем апрель наш 23 часа 36 минут как раз вот в 7 утра но начнем собирать и производство выключать не надо будет итак друзья в общем-то с кормом какая у нас история мы его покупаем и грузить его тем способом которым я его гружу это крайне долго я сейчас перед записью пришла мне в голову мысль что в мод хабе могут быть какие-нибудь моды на большие поддоны большие вот эти вот мешки с кормом но я такого не увидел все стандартных размеров может быть в природе эти самые модики существуют мне вот на данный момент было впадло искать поэтому я их поищу к следующему разу а может быть и сделаю сам тогда хотя бы по 5000 кубов по 5000 литров простите вот но сейчас я в общем-то придумал другой способ немножко упростить себе жизнь правда она не сильно упрощает жизнь но как есть в общем-то вариант отправить мана на дилер парковку по автодрайву и он вроде как там все должен будет загружать пока он едет мы пойдем магазин и купим на один ман этого самого корма для свиней получается 7 надо 7 пакетов по 8 штук будет 56 кубов и потом еще три давайте с трех начнем раз два три 4 5 6 7 в теории можно в общем-то точку автодрайва сюда протянуть и он будет загружаться но опять таки олень это мое второе имя поэтому я буду заниматься ерундой и просто эти поддоны мы вот поскидываем вот сюда где он останавливается но сейчас он приедет мы этим займемся на вот такая вот тяжелая история хоть ты ставь производство корма для свиней и начинай его производить в больших объемах как он уменьшается в размерах первый раз такое вижу и такс в общем то он будет здесь стоять раз загружаться поэтому мы просто перекинем все вот эти вот пакетики сюда да это тоже геморрой на и такое вот занятие но это быстрее чем маном подъезжать самому загружаться но так вот получилось так фаст трек прибыл на парковка фуражник ща друг я я тебя назначу просто у меня тут очередное занимание ерундой но перетащить 59 вот таких поддонов мешков мне как-то на данную секунду кажется немножечко проще чем подъезжать и пытаться загружать по кубу отслеживать когда она там загрузилась когда не загрузилась вручную в этом мане дружище а ты двигатель не хочешь заглушить вообще я понимаю что сейчас как бы холодно и может быть там неплохо было бы чтоб печка работала но все таки это же блин казенная соляра ты же типа робот ты должно быть пофиг на температуру так водитель прибыл водочная станция загрузка и понятно он выгрузился на производстве удобрений и у нее не назначена точка парковка единственный вопрос он вернулся на станцию загрузки или выгрузился и там и остался скорее всего вернулся на станцию загрузки и у нас тоже сейчас работу придумаем надо еще нефть покатать маленький водовоз тоже прибыл на парковку ну и мы сейчас вряд ли будем сильно часто пользоваться с учетом того что у нас вторая большая бочка появилась хотя и для него работу тоже можно иногда будет придумать я друзья надеюсь что я хотя бы по 5 кубов найду какие-нибудь мешки и купил вот 10 мешков 10 мешков так перетащил 50 кубов загрузил в принципе будет попроще я точно знаю что можно поставить какую-нибудь устанавливаемую хреновину которая будет закупать по автодрайву этот самый корм для свиней но ничего не хочу такого размещать на карте можно в карте поковыряться и прописать ее в загрузку на жд вокзал например это было бы более правдоподобно может кстати так я и сделаю если разберусь как потому же в теории то я понимаю как это сделать а на практике я такого никогда не делал кстати когда первый раз пробовал этот способ он у меня грузил медленнее чем я носил а сейчас вот он я прям не успеваю и совсем небольшая фора у меня в два мешка прошлый раз я нагрузил прям много возможно потому что я ходил на скорости x3 то есть ты стой все последний только еще загрузи и можешь ехать все есть выгружай да есть есть не стесняйся все он пробуксовывает неужели снег влияет на управление не знаю если честно и такс мы возвращаемся к нашему фуражному прицепу на ему надо съездить на компостер три раза отвести люцерну так друг то нас компост выгрузка будет три раза начни тогда с люцерны а загрузишься мы тебе поменяем на солому и солому бобовых далее да этот у нас все-таки остался здесь на станции выгрузки сколько у нас там нефти-то насобиралась 222 куба на 4 поездки сырая не в 4 поездки на загружайся на нпз выгружайся точнее загружайся на нефти выгружайся на мпз 4 раза погнал черт дороги совсем не видно как он тут едет разворачивается но у него маршруты есть ему хорошо так соответственно производство удобрений корма разобрались а мы совсем разобрались всех отправили еще наверное у нас техобслуживание там много насобиралась вот я бы еще спринтер отправил покататься потому что вроде как у меня только в январе или даже декабре последний раз катался все это у меня тут загружены должен стоять 60 кубов техобслуживания есть на мастерской и да он загружены черт у него заряда уже мало давай друг тоже начиная с нефти тогда и всех по кругу давай визит такая этому товарищу мы тогда меняем на солому следующий раз он повезет именно ее но и друзья получается с производствами со всеми разобрались то что было срочно люцерна тоже клевер на тоже в снегу прикольно ребята которые а я же еще хотел вывести продукцию ты кто такой и куда едешь а расскажи мне друг ты возишь навоз вези кто у нас свободен есть а volvo наверное имеет смысл отправить что у нас во первых у лесорубов у лесорубов по 12 поддонов уже есть дерево можно его забрать здесь ухты что же все забито щипа забита тоже надо это вывести обязательно вот на столярке не очень много всего но один раз туда можно будет съездить не проблема я так понимаю что за четыре поездки в сумме мы должны будем уложиться все отвести на склад складе у нас кстати довольно много дсп лежит много поддонов но двп тоже начало потихонечку копиться планок мало ну потому что планки уже начали использоваться у нас на столярке не так давно мы ее поставили чёрт дружище но почему ты не попал да я так понимаю снег все-таки влияет слушайте он сейчас все техобслуживание выгрузит сюда как-то нехорошо получается но ладно как есть принципе он потом вернется на базу там загрузится давайте мы сделаем по-другому моему здесь поставим то нефть пускай он выгружает все что есть и едет паркуются так с вольво приветули так кто у нас поехал на парк черт кто-то поехал на заправку и я даже не знаю кто они у меня из стаба выключены черт чем будем ловить нехорошо получилось так вот и сесть машину вот этот поехал на заправку у него была пайсу последняя поездка с навозом поэтому мы тогда говорим тебе съездить на фабрику удобрений и просто там выгрузить вот этот навоз поэтому он сейчас ездит заправиться потом съездит выгрузиться лучше бы конечно наоборот но ладно уже как есть так и вроде как все нормально а мы там хотели вот с этим челиком разобраться блин я боюсь что если сейчас скользко он может не не довести дерево потому что его и так тут много но так напряге его возит всегда ладно мы попытаемся давайте 36 поддонов мы выгрузили и еще 365 кубов кстати есть у нас загружена здесь на лесопилки слушайте правда скользко да на снегу все-таки какая-то физика тут есть ладно это может быть даже и похвально поддон ты почему не залетел засраны поддон кого лешего ну что делаем ставки доедет он по снегу гружены полностью спереди с перегрузом с таким до места выгрузки или не доедет но с тормозами у него точно все плохо давай едь выгружайся сначала потом возвращаясь сюда в эти загрузим чуть есть у меня подозрение что два друга здесь встретились не все нормально он просто долго стоял чё-то он короче выгрузил сейчас поехал за соломой или соломой бобовых за соломой а потом мы поменяем на солом бобовых интерес когда снег растает они перестанут быть белыми в плане грязи или останутся прям очень интересно что дружище а ты опять не попал да ну куда ты поехал ешьте вот помог по-дружески а ты начал херней страдать на друзья этих обслуживания нас просадки в небольшой до черта перепрыгнет и тех обслуживание нас тоже в просадке скорее всего поставим в ближайшем будущем мы еще одну мастерскую я об этом уже говорил но сейчас это уже прям точные планы надо будет но ты как вы здесь встретились причем дорогу не уступаете на двустороннем маршруте то как это случилось да еще в планах у меня переделать здесь вот эти вот два перекрестка на них прям вообще беда они не уступают дорогу друг другу очень часто сталкиваются замираются особенности к отправляешь от 5 манов работать так что здесь мы тоже все переделаем опять-таки чуть попозже водительный спринтер прибыл на того нефть а почему ты не поехал парковаться потому что у наверно стоит парковка по завершению нет ну да никогда в общем-то не пользовались этой функцией но давай есть паркуйся в общем-то друзья совсем вот этим списком мы разобрались осталось только вот еще фуражнику съездить на компостер две поездки сделать но по сути дела все отвезли все хорошо наше производство еще сутки профурычат месяц ну а в апреле тогда мы займемся следующим списком который будет тут видимо много чего будет потому что лесоруб поддоны заканчиваются может быть топлива у них закончится хотя кстати топливо уже по 50 кубов всем заправил этого прям надолго должно хватить правда это выловить осенью ну да ладно короче говоря список будет побольше я друзья сейчас жду пока растает снег выполняю завтра на работе все вот эти вот контрактики на на посев с учетом того что у нас есть две большие силки я думаю это не сильно много времени займет но и на удобрение тоже а я все говорил про вывоз продукции но так ее и не вывез и кстати источной воды я ее давно не возил на собиралась можно отвезти запустить вот эту вот штуку будет дегиста за 270 кубов наверное сепаратор запускать рановато тут тоже 157 кубов источной воды есть гербицидов уже на собиралась да не не все повозили ладно погнали дальше вывозить что тут наша вольво приехала что нет не приехала где-то застряла так но это тоже понятное дело застряла сколько она уже раз съездила еще два раза ей надо но давай потом поправим они не застряла она кстати едет просто долго почти приехала даже не убралась нигде это меня прям радует и так отсюда выводим тогда все щипы у нас 435 кубов здесь лежит это на 7 поездок для одного мана ща отправим кого-нибудь но сперва дружище ты давай 23 поддона 1 50 минус 23 это 27 но у нас только нету еще 23 это 46 и тогда давайте поддоны черту то еще больше чем на два раза а еще 4 получается поддона давай едь вези и потом соответственно возвращайся сюда тебе есть еще чего повозить еще один а все маны уже прибыли отлично ну значит ты давай лесопилка загрузка щипа элеватор щипа 7 раз погнал что вы еще хотели вывести удобрение наверное имеет смысл получается 2 мана отвести на элеватор сухие удобрения и три раза отвести жидкие давай друг вези их тоже на элеватор два раза погнал и для жидких удобрений тогда возьмем нашу вольво ей три раза надо будет съездить но гружать она будет это все дело на склад жидкости и возить она будет жидкие удобрения и всего три раза тоже друг погнал и мы возвращаемся к нашим производством еще наверно семена имеет смысл тоже забрать 97 кубов там есть тоже для 2 поездки для мана производство семян загрузка и тоже на элеватор на выгружай все это дело везешь ты семена едешь два раза и загрузку мы тебе немножко подбавим чтобы во второй раз нормально уехал что вообще еще можно вывести кстати говоря лишь совсем забыл вот про этого гаврика ему надо поменять на солому бобовых как раз уже на разгрузку приехал здесь задним ходом нормально заезжает вот маны не хотят по этому маршруту заезжать но да ладно и что еще нам можно кстати вот вывести сточную воду понятно потом отправлю буду когда сеять отправлю 2 вольвы с бочками они это быстро развезут топлива топлива у нас 420 кубов уже я думаю что мы все-таки будем его продавать метан я кстати продавал тоже все силос а силос кстати тоже можно было бы и нужно было бы освободить на склад вывести но это тоже освободиться фуражник сделаем но теперь друзья то точно все получается снег растает я за кадром засею поля по контрактам по выполняю контракты что успею за завтрашний день вечером приду домой я мою сколько вас тут ребята очереди на загрузки все подряд тут ездят ездят да вот они у меня докатаются а мы с вами встретимся тогда вечером там если останутся какие-то еще посевы они будут продолжаться короче что успеют успеют до завтрашнего вечера вот за за рабочий свой день сделать а мы встретимся надеюсь снега уже не будет и установим новое производство правда на данную секунду я даже не решил еще какое колеблюсь между двумя но вы тоже знаете по названию серии а я вот еще не знаю честно о снег растаял эвана как внезапно уже три градуса тепла а он все равно не попал кстати не исключаю вероятность того что он не попал вот из-за этого а может быть из-за того что скользко было давай друг тебе последний раз осталось tx от этого вырубаем на хрен курс play нам не тебе не нужен все один раз потом оставайся там волючка наша вернулась еще за поддончиками ну давай выгрузим тебе планки все что есть 45 поддонов я надеюсь они там загрузится так как он на на ходу подъезжал всякое может случиться но если пару штук не влезет там все равно на следующую поездку еще место есть давай друг едь выгружайся ну как сразу весной запахло до зелененькая травка солнышко светит какой вот диссонанс как вот эти ребята еще в снегу ездят почему-то я думаю у них это быстро исправится и они станут обычными черными грязными даже следы снежные оставляют а прикольно кстати но вроде как это мотик у меня стоит такой но это точно не знаю в общем ребята встретимся тогда после посевной в общем то друзья большое количество контрактов уже выполнено по посеву остался только 78 поле удобрения вот еще немножечко осталось но и 78 потом тоже надо будет удобрить туда я два трактора сразу отправил это все дело сесть правда не еще не доехали даже до этого поля один только на загрузку ну короче не важно у нас на балансе почти 4 миллиона 200 тысяч друзья и мы находимся около нашего карьера который нам нужно купить во первых потому что здесь у нас h2 производства будет стоять вообще даже три задумано но я пока не знаю будет ли действительно возможность воткнуть их туда 305 тысяч стоит участок не так много и друзья его предварительно надо выровнять на это кстати довольно много денег уйдет поэтому мы идем в планировку ландшафта и используем вот такую хреновину как выравнивание и ориентиром наверное мы возьмем вот эту высоту которая вот здесь ровно идет и пойдем вот это вот все выравнивать здесь прям очень все жестко денег уйдет прям действительно много ладно нас первую очередь интересует площадка под завод с въездами выездами будем потом играться смотрите сколько здесь приходится снимать сколько денег на это уходит с какой скоростью а твою ж мать может быть надо было вот просто здесь выровнять как-то и сделать подъем чем вот такой кратер городить ли не люблю я все вот это вот дело с ландшафтом дать еще больше кисть возьмем просто сделаем здесь площадку вот на уровне который вот первый захватился все равно это дорого это капец как дорого самое главное еще хрен видно где у нас выровнена где нет не люблю терраформинг это не только этой игры касается я в принципе его не люблю что я как-то не могу почуять разницу в силе нажиме кисть такое чувство что они как будто одинаковые но в общем вот такую вот площадку мы расчистили хороший вопрос влезет ли сюда наше новое производство нихренашеньки до этого угла надо это все ровнять ладно тогда ровняем еще ладно вот эта штука чувствуется мощнее вроде как наверно все в деньги вроде не списываются значит выровнена да нашу примере я им тогда все равно на 22000 что-то она пытается там зато реформировать что бздынь вставляем когда она прям некрасиво покрасилась и я друзья воткнул его не той стороной въезд у нас сбоку ладно я не хочу переделывать поэтому въезд мы сделаем с этой стороны вроде как здесь земля везде ровная на другие производства потом уже будем ровнять и красть я здесь тоже смысла в принципе ничего не вижу но вот заезд нужно какой-то сделать мимо хотя бы поадекватнее вот эту горку надо сглазить обязательно и вот это убрать а здесь получилось совсем некрасиво но вроде как вот так вот прилично да здесь заехать возможно давайте сделаем здесь вот такой вот овраг и у нас получается здесь довольно таки крутой спуск блин есть классно инструменту для горок плавных им никогда не пользовался но вроде как вот так вот она работает что значит 6 процентов я не знаю но есть у меня подозрение что получилось более-менее норм сейчас мы из этого режима выйдем и увидим да смотрите довольно таки здесь плавный подъем отсюда я думаю наши грузовики справятся то тут немножко надо еще подкрасить насколько я понимаю у нас тут цвет грязи вот такой да да давайте здесь тогда эту самую грязь и сделаем чтобы наши грузовички которые будут ездить на этот завод как бы ехали по дороге что ли если это конечно можно назвать дорогой не знаю друзья насколько адекватно это выглядит но вроде бы норм похоже здесь на дорогу похоже бугорок есть которыми не нравится его тоже надо сглазить грёбаный терраформик неправильное место выбрано зря я вообще сам сюда поставил есть много участков куда можно самому это все дело пихнуть а я на кой-то ляд решил по фэншую на то место которое задумано а можно было просто поставить на любое поле так но вроде бы все так что у нас один товарищ завершил работу вот этот и надо его отправить на другое поле соответственно пускай это будет поле номер 15 и для себя это будет последний но потом еще 78 останется но над не скоро засеется поэтому есть паркуссия а мы друзья возвращаемся к нашему новоиспеченному заводику это у нас щебеночный завод если что мы сюда завозим топлива техобслуживание электрозаряд он еще потребляет и он нам будет вырабатывать щебень песок камни и чернозем щебень и камни вроде как пойдут у нас на производство извести с остальным потом тоже что-нибудь придумаем я думаю мы запустим вообще все линии пускай производится если что лишнее будем продавать топлива у нас много этих обслуживания он тратит не не сильно много так что нарулим но и надо друзья сюда еще конечно же автодрайв провести вот здесь у нас это понимаю выгрузка топлива этих обслуживания так как он топлива есть немного может быть имеет смысл возить сюда чисто трактором здесь на 200 кубов бункер и типа не париться и маршрут записать под трактор то есть можно с большими углами ну ладно давайте посмотрим сейчас заедем туда и посмотрим я как раз пригнал нашу любимую штуку для маршрутов для записи маршрутов поэтому поехали их записывать к я здесь хрен наверно выйду да не слушайте поднялся нет не поднялся да ну как так то я ж под углом аккуратненько на вы выкарабкался нормально все и такс о на карьеру нас что-то идет это меня несказанно радует продание здесь довольно близко к друг другу мне кажется 22 грузовика здесь могут не разъехаться а то что они идут туда мне не очень нравится но вот это вот все надо стирать наверное даже аж вот отсюда че сразу ними не посмотрел маршруты здесь что-то под землю ушло что-то наоборот в воздухе висит да здесь такой вот круг просто изначально на карте здесь был карьер где лежал сыпучий сок гравий там щебень что-то еще и нужно было приезжать и грузить это все дело ковшом а лишь чем-нибудь в этом духе вроде как все с территории здесь все снесли ну и вот этот хвостик мы тоже отсюда убираем самом деле наверное вот здесь мы тоже постираем потому что они в воздухе висят мне это не нравится вот так вот мы начинаем запись мы тогда вот отсюда соединяем сразу же первую точку чтоб потом не забыть и аккуратненько заезжаем на наш щебеночный завод ну вот как-то вот так вот мы сюда заезжаем здесь потом сделаем двусторонний курс по этой узкой прямой и на заезде и так первое но самое простое это конечно же загрузка того что здесь производится можно даже сделать здесь вот такой большой разворот я думаю здесь любой грузовик нормально заедет не давайте вот на этом месте тогда сделаем точку давайте это у нас будет называться все-таки карьером я понимаю что это не совсем карьер но пускай будет называться так мне будет проще карьер загрузка мне просто больше нравится слово карьер чем щебеночный завод так и здесь мы тогда сделаем соединение вот к этой точке здесь можно немножко развести вот так и вроде как будет нормалды но и давайте тогда из этой точки тоже это дело сразу соединим сделаем на разгрузку топлива вот такую вот петлю Мне кажется, в теории, Вольва наша с топливом должна будет здесь прекрасно заезжать. Вот, вроде как плавненько получилось, и на выезд. В теории, конечно, должно работать. Давайте вот здесь вот мы сделаем тогда точку ТО карьер, вот так вот. А вот эту следующую, даже не на один раз следующую, это карьер-выгрузка. Пускай будет выгрузка топлива, больше ничего другого мы сюда выгружать не будем. И нам надо еще соединить вот эти вот все точки вот так вот, где у нас двухсторонний маршрут. Да, такое себе занятие, я вам скажу, не веселое. Как-то вот так вот. И отсюда, наверное, имеет смысл им уже разъехаться, чтобы это было две полосы. Ну, как-то вот так вот это получилось. Не знаю, насколько это будет хорошо работать. Я, честно говоря, даже не знаю, насколько часто мы сюда будем ездить, но посмотрим. Итак, давайте сделаем папку карьер. Не карьера, а карьер. И две наших новых точки перенесем туда. Карьер-загрузка, карьер-выгрузка. Ну, а ТО карьер мы перенесем в папку техобслуживания. Кстати, тут уже большая папка получилась. Надеюсь, что здесь проблем никаких не будет. От тебя, друг, больше ничего сегодня не надо. Ей домой. Не очень красиво получилось. Но потом, когда второе производство там будем ставить, мы это все дело еще там разровняем и наведем красоту потом. Правда, я вот около сепаратора говорил, что наведем красоту. И до сих пор не навели. Сколько у нас ушло на терраформинг? 1200 стоил завод. С 400 тысяч мы потратили на терраформинг. Капец. Такое себе. Ну, и, конечно же, друзья, проверяем работоспособность этого всего дела. В частности, разгрузку топлива нам надо проверить. В первую очередь. Поэтому отправляем вот эту нашу Вольву. Один раз съездить на НПЗ загрузка топлива. И выгрузиться в карьере. Выгрузка топлива. И отвезти дизельное топливо. Один раз. Давай, погнал. Еще, друзья, следом мы отправим трактора. На случай, если вот этот Гаврик не будет там разгружаться, а трактор будет, я оставлю так. Так как есть. Давайте, пацаны, погнали. Контракт на поле 58 завершен. А на поле 58 у нас было удобрение. Там жидкая удобрялка вроде как удобряла. Но мы подождем, пока она закончит. Наша новая Вольва пока стоит здесь. Другого места я и не нашел. С этим опять-таки разберемся потом. Наверное, в следующей серии сделаем переезд небольшой. Хотя у нас опять-таки денег не очень много. Но что-то же еще получим. За контрактики, например. Вот он и завершил работу. Переключаемся на него. Ему еще поле 67 надо удобрить. И он тоже идет домой потом. Давай, друг, погнал, удобряй. Потом паркуйся. Между тем у нас 14.00. Соответственно, электричество должно было поступить на наш новый заводик. А мы ждем... А, мы не там ждем. Они уже приехали, кстати, грузиться, судя по инспектору. Топливо у нас, кстати, уже 400 кубов есть. Осталось. После того, как еще 50 загрузили. Много? Черт, 5 минут ему ехать, а? Вот, долго. Ну что, вроде как он нормально там заехал, по крайней мере. Трактор, разумеется, следом едет. Но трактор быстрее едет. Он маневреннее в поворотах скорость не так сильно сбрасывает. Даже несмотря на максималку. Здесь они тоже прекрасно заезжают. Здесь ворота тоже они нормально заезжают. Немножечко пошире фура входит, но так и задумано. Ну и вот здесь вроде как Вольво даже и проезжает нормально. И разгружается. Отлично. Вольво здесь чувствует себя как родная. Надеюсь, уедет так же хорошо. Ну, трактор, понятное дело, он проедет любую щель. Тем более, что маленький прицепчик с поворотной осью. И Вольво нормально выехала из ворот. Вот здесь широковато он, конечно, пошел. Но нормально. Выезжает. Ну и все. Это производство у нас зашуршало. Кстати, не так уж и мало она всего собирает. По 2000 в час, 4000 в час. Так что нормально. У нас еще один контрактик выполнился. Мы его принимаем. Ну и в общем-то, друзья, на этом тогда эту серию мы закончим. За кадром досьею поля. 78. И удобрю его потом. Сутки у нас вот эта штука поработает. Мы с вами встретимся в апреле и посмотрим, к чему это привело. Так что всем, друзья, огромное спасибо за просмотр. Спонсорам огромнейшее спасибо за поддержку. Лайки, комментарии не забывайте. До встречи в апреле, друзья. С вами был Никита Дилай. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok